всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня у меня для вас распаковка пряжи от магазина все связано вот в такой коробке пришел мне заказ я тут несколько моточков уже открыла посмотреть что за цвета хочу показать вам посмотрите каждая бобинка упакована в отдельный мешочек и вот здесь вот логотип компании все бобинки вот так вот аккуратно упакованы это конечно же огромный плюс магазину который так заботится о заказах своих клиентов мы же с нетерпением ждем свои бобинки вот и хотим конечно же чтобы они пришли к нам в очень хорошем состоянии и так давайте смотреть что же я купила и так вот моя покупочка здесь четыре оттенка и два вида пряжи давайте познакомимся с ними поближе вот у нас пряжа дороти цвет этот синяя сталь в пряже состав 10 процентов кашемир 90 процентов меринос можете зайти по ссылочке под этим видео посмотреть сколько это пряжа стоит дальше вот этот вот оттенок это также пряжа дороти 10 процентов кашемир 90 меринос и оттенок вот этот называется перламутр вот видите какой прям обалденный оттенок мне нравится невозможно и вот эти вот два оттенка так это у нас цвет фуксия и пряжа называется ламп свол это стопроцентная шерсть ягненка это точно такая же пряжа цвет называется индиго и так вы наверное уже заметили что каждый оттенок пряжи у меня представлен тремя бобинками почему потому что я попросила в магазине размотать каждый цвет на три бобинки то есть магазине все посчитали и каждый вес который я купила они разделили на три бобиночки и вот об этом именно я хотела сказать вам если вы только начинаете вязать на вязальной машине либо покупаете себе пряжу для вязания даже вручную но знаете что будете вязать в несколько ниточек такую тонкую пряжу да кстати я не сказал какие параметры у это пряжи но сейчас вернусь скажу так вот если вы собираетесь вязать в несколько нитей лучше попросите чтобы вам это сделали то есть размотали пряжу именно в магазине там стоят стационарные большие установки которые быстро перематывают пряжу и вам не придется потом долго мотать на ручной моталки если конечно же она у вас есть если у вас нет моталки вам вообще не стоит покупать такую тонкую пряжу конечно же но вот лучше переплатить за дополнительные конусы и получить уже готовую к работе пряжу которую вы возьмете и вот например в 3 ниточки будете вязать на на вязальной машине например и как я вам обещала по поводу параметров тысяча пятьсот пятьдесят метров дороти на 100 грамм и ламп свол 1400 метров и еще буквально пару слов я хочу сказать о том почему я решила что в магазине надо просить сразу же разматывать пряжу на столько конусов насколько ну как бы за во сколько ниточек вы будете вязать потому что помотала я на ручной моталки во первых это долго хлопот на рука устает и так далее во вторых еще смотрите ниточку надо брать из центра клубка сначала она так тяжеловато идет потом когда клубок начинает заканчиваться она из клубка может выходить такими петлями ну то есть вот зацепиться и вот такое колечко пошло с ниткой она проходит через нити направитель проскакивает через челнок и в итоге вы можете не заметить как на машинке у вас вот эти вот нитки попадут в полотно и это не всегда можно заметить сразу придется потом распускать исправлять вот эти огрехи в то же время без моталки без ручной также не обойтись при машинном вязании если вы решите связать на машине что-то из вот таких вот фабричных моточков то вам их придется обязательно перемотать на ручной моталки потому что вот такой моток будет видите ниточкой здесь то сверху то снизу в общем он будет у вас скакать это будет влиять на натяжение нити и полотно будет у вас неровно то есть перематывать нужно обязательно поэтому ручную моталку также необходимо иметь в своем арсенале ну и теперь я быстренько свяжу образцы то есть я решила связать два образца один образец у меня будет из шерсти ягненка из ламп свол второй будет из доротти который у меня с кашемиром меринос вот эти вот два образца сейчас быстренько свяжу на машине и мы их с вами оценим итак смотрим вот мои два образца их только что сняла с машины еще не отпаривала так это образец это у нас пряжа доротти которая 1550 метров то есть она чуть чуть потоньше я вязала вот это вот на 3 плотности смотрю наверное это туго на 5 и на 7 вот но это сначала надо постирать или хотя бы отпарить так этот образец тут тысяч здесь 1400 метров я его вязала начинала на восьмой плотности потом на 6 и на 4 вот ну вот вы видите в принципе мне прям нравится на 8 плотности она получается как будто бы ручное вязание вот такое ровненькое и красивое но прежде чем делать какие-то заключение надо обязательно эти образцы постирать почему постирать в принципе можно было бы и отпарить но я знаю что это пряжа стоковая а стоковая пряжа это остатки производства а на производстве пряжа в большинстве случаев обрабатывается парафином поэтому она в пропитке это пряжа и нужно ее обязательно постирать вот сейчас схожу постираю и мы с вами посмотрим как раскрывается это пряжа и так девочки вот они мои образцы напоминаю я их просто постирала то есть как постирала их не шоркала не булькала вот просто налила водички тепленькая разбавила средства и опустила в них образцы они там полежали какое-то время может ну 20-30 я их прополоскала и разложила на ровной поверхности не отпаривала вот что хочу сказать я конечно слышала в обзорах магазина что шерсти ягненка необыкновенно мягкая и приятная но что до такой степени я даже не ожидала правда очень приятная пряжа такая тепленькая на ощупь сейчас вот поближе поднесу смотрите вот на белом тут даже видите такой пушок раскрылся небольшой в общем петельки красиво расправились пряжа раскрылась посмотрите как красиво выглядит в принципе вот я вязала эту пряжу на 8 плотности на 6 и на 4 если необходимо изделие какое-то которое держит форму до такой плотненькая можно взять даже четверку думаю идеально будет шестерка 8 8 плотность 8 плотностью можно вязать если вы хотите эффект ручной вязки вот очень красиво смотрится вот вот такая пряжа мягкая теплая слегка пушистая думаю что в последующих стирках она также еще будет продолжать раскрываться и вот этот вот образец то есть это у нас была шерсть ягненка лампсвул этот образец у нас дороти в составе 10 процентов кашемира и на ощупь конечно же я вам сразу скажу кашемир ощущается она мягкая шелковистая также посмотрите какие ровные петельки они раскрылись они такие друг дружки прижались напоминаю я вязала на 7 плотности на 5 и на 3 ну вот может быть на 3 чуть-чуть плотновато но опять же точно так же если мы хотим какое-то изделие которое будет держать форму то можно и на 3 плотности 5 думаю вот здесь вот идеально будет и если мы хотим эффект ручной вязки даже неплохо и 7 плотность смотрится вот теперь хотела бы я вам еще сказать по поводу оттенков оттенки конечно же мне очень нравится потому что я подбирала те оттенки которые подходят именно мне смотрите у меня есть вот такая палитра оттенков которые подходят светотипу зима и в соответствии вот с этой палитра я выбирала оттенки пряжи для себя вот про цветотипы вы можете почитать в моем аккаунте instagram то есть просто факультет рукоделия ищите в инстаграме найдете обязательно либо на дзене и там и там есть статьи посты по поводу цветотипов то есть вы посмотрите какой цветотип подходит вам определите свой цветотип и уже в соответствии с палитрами сможете выбирать для себя оттенки пряжи и еще я вам хочу порекомендовать сходить на трехдневный курс в алгоритмы имиджа кажется он называется сам себе стилист автор курса полина шкаленкова сходите обязательно посмотрите уверенно вы подчеркнете оттуда столько невероятных знаний и по поводу цветотипов и по типам фигуры и ну вообще вы поймете что подходит именно вам какие формы одежды вам идут какие цвета и так далее в общем обязательно сходите там очень интересно насыщенная программа знаний получите просто багаж ссылочку я оставлю внизу под видео так что обязательно переходите смотрите обучайтесь и применяйте ну и в заключении подведем итог своей покупкой я невероятно довольная довольна магазином я довольна отношением к нам клиентов со стороны сотрудников магазина мне понравилось как упакована пряжа в какие сроки быстрые она была отправлена и так далее в общем все на высшем уровне советую вам этот магазин без зазрения совести у этого магазина все связано есть торговые площади в санкт-петербурге я оставлю также для вас адрес если вы житель санкт-петербурга или приехали туда погулять посетить санкт-петербург обязательно сходите посетите я сама мечтаю побывать там у них потрогать все бобинки посмотреть как там все расставлено вот пообщаться с сотрудниками с магазина с хозяйкой магазина и ольгой познакомиться с ней поближе вот так что девчонки кто в питере сходите туда за меня порадуйтесь передайте привет ну и на этом я пожалуй буду заканчивать показала вам все рассказала связала для вас в общем поделилась впечатлениями ставьте лайки кому понравилось пишите в комментариях кому захотелось купить такую пряжу в общем однозначно говорю если вы в составе увидите стопроцентная шерсть ягненка берите не раздумывайте и точно так же даже 10 процентов кашемира дают вот эту невероятную мягкость пушистость и изделие будет отлично выглядеть вы будете носить и радоваться с вами была юлия и мой факультет рукоделия всем пока пока